Бутылки, одноразовая посуда и даже канистры. Весь этот мусор из лесного массива вынесли в буквальном смысле на себе сотрудники отдела экологии и охраны окружающей среды администрации, работники Фрёновского лесничества. Им помогали старшеклассники и учителя 25-й школы имени Копылова, по границе территории которой и проходит лес. Это субботник уже второй. И сегодня мы очень активно, опять же, с жителями к нам подсоединились, и сотрудники школы. Мы активно провели субботник в лесу, убрали большое количество мусора. Фрёновский лес – жемчужина городского округа, дом для диких птиц и сотен видов растений, включая краснокнижные. Об этом знают сотрудники Фрёновского участкового лесничества и прилагают много усилий для сохранения природного биоразнообразия. В таких красивых местах любят делать остановки отдыхающие. Мы убираем там, где места, где подвержены наибольшей рекреационной нагрузке. Это там, где люди предпочитают отдыхать, часто ходят, бросают мусор. Собрали около четырёх, наверное, трёх кубов мусора. Это довольно сложная работа – собирать мусор. Очень тяжело. Мы все вспотели довольно-таки большую территорию. Убрали всё вдоль тропинки к школе, где люди ходят, а также место, где люди сидят и отдыхают. Лесничие предупреждают. Мусор в лесу – причина пожара. А дело всего-то в одной разбитой бутылке. Я призываю всех начать с себя и убирать за собой мусор, если вы пришли, не только в лес. Конечно, хотелось бы всех жителей нашего городского округа Щёлково призвать, принимать активное участие в субботниках и, конечно же, не мусорить в лесах. Субботники проходят каждый месяц. Узнать дату очередного можно в отделе экологии – администрация. Михаил Налётов, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение. Продолжение следует...